Достойная игра, но без набранных очков. Крыли советов на выезде уступили московскому локомотиву. Первый блин комом хоккеисты ЦСКА ВВС в гостевой серии матчей на старте чемпионата набрали лишь одно очко. С надеждой в новый сезон баскетболисты Самары провели презентацию своих команд. Российская премьер-лига возобновилась после перерыва на матчи национальных сборных. Самарские крылья советов матч седьмого тура проводили в Москве против локомотива. Волжане играли достойно, но все же уступили одному из лидеров чемпионата. Подробнее в следующем сюжете. Перерыв на матчи сборных для футболистов крыльев советов оказался не совсем вовремя. Команда набрала ход после неудачного старта и заработала 7 очков в трех играх. Казалось, что этот запал и настрой удалось сохранить. Первый матч в чемпионате России после перерыва самарцы начали очень бодро, хотя играли на выезде против одного из лидеров московского локомотива. Волжане с первых минут действовали инициативнее, опаснее атаковали и в целом контролировали ход матча. Однако это стартовое преимущество так и не удалось преобразовать в забитые мячи. Либо самарцы били мимо, либо железнодорожников выручал голкипер Гильермо. По ситуации мы понимаем, что игра уже идет. Мы не стали отходить от какого-то определенного плана. Уже в таком ключе мы и играли. Ключевое событие в матче случилось на 58-й минуте. У локомотива на поле вышел Комано. Гвинейский нападающий вообще мог не сыграть, потому что за несколько дней до встречи застрял в своей стране, в которой начался государственный переворот. Но он смог добраться до Москвы и устроил переворот в матче. На 59-й минуте Франсуа на грани офсайда получил точную передачу и переиграл вратаря самарцев. Дальше железнодорожники стали действовать по счету и несколько нейтрализовали самарские атаки. А ближе к концу встречи москвичи убежали в быструю контратаку, которую точным ударом завершил Комано. Дубль гвинейца принес локомотиву победу 2-0. Всегда неприятно проигрывать. В общем-то, с нашей стороны, я считаю, была нормальная игра. Мы претендовали уже на очки, точно в этом матче претендовали. Но, к сожалению, такая вот ошибка, которая перевернула игру по счету. Дальше уже футболисты локомотива сыграли неплохо. После поражения крылья сохранили за собой 11-е место в турнирной таблице. Следующую игру самарцы проведут дома против Ростова, который находится на одну строчку ниже. Матч с прямым конкурентом в битве за отдаление от зоны вылета состоится в субботу, 18 сентября, в 18.30. Хоккеисты ЦСКА ВС начали новый сезон. Самарцы провели 4 выездные игры в рамках высшей хоккейной лиги. Летчики смогли набрать лишь одно очко, проиграв в овертайме. В остальных трех играх поражения были в основное время. О неудачном старте в следующем материале. Летнее межсезонье закончено. Болельщики хоккейного клуба ЦСКА ВС долго этого ждали, и сезон в ВХЛ наконец-то стартовал. Летчики начинали с выездного турне. Сразу 4 игры подряд волжане провели в гостях. Первый матч сезона состоялся в Рязани против местной одноименной команды. В стартовом периоде долгое время голевых моментов не возникало, но чуть ближе к заброшенной шайбе были хозяева, и на 15-й минуте рязанцы все же реализовали большинство. Во втором периоде команды обменивались опасными атаками, где-то выручали вратарей, где-то штанги и перекладины. Но ближе к концу отрезка самарцы свои моменты смогли реализовать. Сначала Дорофеев сравнял счет, а затем Иванов, реализовавший численное преимущество, вывел летчиков вперед. Обоюду острая игра продолжилась и в третьем периоде. После очередного обмена голевыми моментами хозяева сравняли счет. Но почти сразу же ЦСКА ВС с усилиями Семенова вновь вышли вперед. Совсем немного не хватило самарцам, чтобы сохранить эти победные цифры на табло. За три минуты до конца основного времени Рязань забила. 3-3. В овертайме удача отвернулась от гостей и Кореневский забил победную шайбу. 3-4. Поражение в дополнительное время и первое очко в копилке ЦСКА ВС. Второй матч самарцы играли в Воскресенске против местного Химика. Счет открыли хозяева на четвертой минуте, а уже на семнадцатой воскресенцы удвоили преимущество. Сразу после этого главный тренер самарцев заменил голкипера, что несколько взбодрило команду. И начало второго периода осталось за гостями. На двадцать пятой минуте Олег Марзоев один гол отыграл. В дальнейшем свои шансы летчики не реализовали. В третьем периоде больше и острее атаковали хозяева. Но голкипер Самарцев Никаноров почти до конца сохранял интригу в матче. Но на пятьдесят девятой минуте дрогнул и он. Точку в игре поставил Мальцев. 3-1 в пользу Химика. Третий матч серии ЦСКА ВС проводили без нескольких ведущих игроков. И игра против Динамо и Санкт-Петербурга не задалась с самого начала. Уже на второй минуте Кучерявенко легко переиграл Никанорова. 1-0. Главный тренер Волжан отреагировал на этот гол и выпустил налет Каратаева. Он недолго сохранял ворота на замке. На седьмой минуте хозяева реализовали большинство. Через две минуты Комарист и оформил дубль. А еще через 19 секунд питерцы снова огорчили Самарцев. 4-0. После этого в ворота ЦСКА ВС вернулся Никаноров. На этом неприятности не закончились. С интервалом в минуту два самарских хоккеиста получили матч штрафы. Ситуацию 5 на 3 летчики выдержали, но затем еще одно удаление и пятая пропущенная шайба. Только после этого Семенов отыграл один гол. В третьем периоде самарцы много играли в большинстве, но сократить счет так и не смогли. А затем пропустили и еще две шайбы. 1-7. Крупное поражение в Петербурге. Завершалась выездная серия игр там же в Санкт-Петербурге. В этот раз соперниками были хоккеисты СКА Нева. Состав от ЦСКА ВС вновь был неоптимальным. К травмированным добавились и дисквалифицированные игроки. И первый период летчики вновь, уже четвертый раз подряд, проиграли. Счет по броскам был 27-11 в пользу хозяев, что и вылилось в счет на табло. 2-0 по итогам первого игрового отрезка. Второй период тоже остался за питерской командой. Третью шайбу они забили сразу после перерыва. Игра в атаке у самарцев почти не получалась, а вот в СКА Нева реализовали еще один момент. 4-0. Сократить счет летчикам все же удалось. На 36-й минуте отличился Дорофеев. Третий период долгое время проходил без забитых голов, пока на 56-й минуте питерские армейцы не увеличили счет. За 25 секунд до конца самарцы забили еще один гол престижа. Но на этом матч не завершился. Хозяева за 6 секунд до финальной сирены успели еще раз поразить ворота ЦСКА ВС и установили окончательный счет. 6-2 в пользу петербуржцев. После четырех игр самарцы занимают 26-е место из 27 команд, имея в своем активе лишь одно очко. Пополнить свою копилку летчики смогут во время домашней серии игр. Начиная с 19 сентября ЦСКА ВС через день проведет 4 игры против уральских команд. Челмета, Южного Урала, Зауралия и Горняка УГМК. В столице региона прошло представление команд баскетбольного клуба «Самара» на предстоящий сезон. Для нашего города событие уникальное. Настоящий праздник баскетбола с участием звезд первой величины. Какое шоу устроили баскетболисты под финал встречи с болельщиками, увидел наш корреспондент. Впервые в одном месте одновременно собрались все команды баскетбольного клуба «Самара». От совсем юных воспитанников Академии «Самара-юниор» до профессионалов из мужской суперлиги-1 и женской премьер-лиги. Парад звезд и звездочек со средней Волги увидели звезды мирового масштаба, специально приехавшие на презентации игроков. Это и первый в мире россиянин в НБА. До недавнего времени главный тренер сборной России по футболу Сергей Базаревич и чемпион мира Станислав Еремин и олимпийский чемпион Сергей Тараканов. В мои времена такого не было, даже в самых, скажем так, топовых клубах в ЦСКА и в Спартаке Ленинград, к которым я имел отношение. Поэтому искренне завидую, по-хорошему завидую и рад за «Самару». Один из клубов, который выстраивает пирамиду и который не только довольствуется результатом, но и в то же время рассчитывает на что-то хорошее в будущем. Клубную форму баскетболистам, которые уже совсем скоро выйдут на площадку в официальных матчах за команды по уличному и классическому баскетболу, вручали первые лица области. Баскетбольный клуб «Самара» продолжает развиваться, покоряя все новые вершины и привлекает десятки тысяч болельщиков. И способствует этому не только победа на спортивных площадках, но и выбранная клубом стратегия. Ставка на свои, на собственные резервы местных игроков и тренеров. Получив заметные майки с номерами, баскетболисты и тренеры устроили показательный матч, символически поделившись на две микст-команды. В каждой играли и мужчины, и женщины, и стритболисты, и классики, и юниоры, и ветераны. В результате болельщики увидели настоящий спортивный спектакль. Хитроумные передачи, комбинации, слаломные проходы, переходы в точные броски с дальних и средних дистанций, а также из-под кольца. И вот то, что мы сегодня сделали такой праздник, показав нашим болельщикам, что мы вместе очень много чего значим, вот сегодня вы увидели все, от детей до команд мастеров, до зарубежных игроков. Но фундамент остроится на своих игроках, и мы это будем продолжать делать дальше. Мы создаем условия, чтобы любители баскетбола с каждым годом все нас все больше и больше. Лишний раз убеждаю себя в том, что мы на правильном пути, и это благодаря первым лицам региона. Матч-шоу закончился дежурный ничьей со счетом 83-83. Но это тот самый случай, когда соперники покидали площадку в отличном настроении. В нашей карьере, мне кажется, и тренерской, и игровой карьере, очень мало моментов, на которые мы можем отличиться во время сезона. И поэтому такие моменты, как условно матч звезд или предсезон, какое-то представление команды, это как раз тот момент, когда мы можем условно с юмором отнестись к нашей профессиональной работе. Но я думаю, что это все зрители понимают, и поэтому не ждут от нас супер какого-то защитного баскетбола. Новейшая история баскетбольной Самары впечатляет. Мужская команда дважды подряд выиграла чемпионат Суперлиги-1. Женская за два сезона прошла путь от дебюта в Суперлиге-2 до элитной премьер-лиги. Успешно выступают и уличные баскетболисты. Болельщики надеются, что и в новом сезоне клуб покажет красивую, зрелищную и медальную игру. Ведь иного результата они и не ждут. Клуб планирует через год заиграть на европейском уровне в единой лиге. Первый большой шаг к профессиональному спорту сделали любительские футбольные команды со всей области. В Самаре завершился региональный этап турнира «Лето с футбольным мячом». 24 команды мальчишек и девчонок приняли участие в соревнованиях, а также познакомились с ветеранами и действующими игроками клуба «Крылья Советов». На турнире побывала наша съемочная группа. Юные звезды любительского футбола покоряют спортивный Олимп, а первый пьедестал на пути к вершине – турнир «Лето с футбольным мячом». В Самаре прошли финальные игры регионального этапа соревнования. В спортивном противостоянии сошлись 24 любительские команды мальчишек и девчонок со всей области. Самоодаренные игроки, кроме медалей и кубков, получили возможность обучаться в Самарском региональном центре для одаренных детей на смене футбол. Заветные трофеи вручил губернатор области Дмитрий Азаров. Футбол – игра. Футбол – большая радость и удовольствие. Играйте в удовольствие, друзья мои. Тренируйтесь как следует под руководством тренеров, наставников. Слушайте их во всем. Отдавайте себя этой прекрасной и великой игре – футбол. И тогда ваши матчи будут проходить и здесь, на нашей уже знаменитой арене – Самар-арене. Игры турнира открылись товарищеским матчем между участниками и почетными гостями. Ветеранами и действующими игроками клуба «Крылья Советов». После все команды распределили на отборочные матчи, в ходе которых выявили явных фаворитов соревнования. И началась ожесточенная борьба за призовые места. Это события. События как в спортивной жизни нашего региона, а сегодня уже не только нашего региона, но и события в жизни нашего подрастающего поколения. В этом году финал регионального турнира прошел в символическом месте – на тренировочной площадке «Восход» Самарского стадиона. Когда ребятам рассказывают, что на этих полях тренировались лучшие сборные мира, они с совершенно другим настроем выходят на игру. И блеск их в глазах нельзя ничем другим. Это самый лучший мотиватор, когда ты бегаешь по траве, по которой бегали лучшие игроки планеты. Всероссийский турнир «Лето с футбольным мячом» – отличная возможность для самых юных поклонников игры сделать большой шаг на пути к карьере профессионального спортсмена. В Самаре после благоустройства открывается общественная территория «Спортивный мехзавод». Создание скейт-площадки стало возможным благодаря губернаторскому проекту «Содействие». Подробнее знает наш корреспондент. Грайнды, слайды, олли и флипы. Нет, это не язык неизвестной цивилизации. Всего лишь название базовых трюков со скейтбордом. Совершенствоваться в этом направлении могут сотни детей на мехзаводе. Здесь, благодаря губернаторскому проекту «Содействие» открыли спортивную площадку. В районе она стала второй, но не менее долгожданной. В последнее время это стало модным, популярным. Все с самокатами, все с коньками, с роликовыми, со скейтами. Соответственно, решили попробовать в районе как-то сделать инфраструктуру. Потому что ближайшие серьезные объекты у нас в городе. Район у нас удаленный. В Красногленском районе проживают больше 100 тысяч жителей. С каждым годом появляется все больше детских площадок. Сегодня 70% дворов уже благоустроены и оборудованы детскими игровыми комплексами. Причем в проектах благоустройства активно участвуют сами самарцы, подсказывая и высказывая свои пожелания, которые учитывают в первую очередь, как и получилось со скейт-площадкой. Десять лет назад на этом месте была танцплощадка. После недавней реконструкции сквера она пустовала. Ее заасфальтировали, привели в порядок и предоставили шанс жителям выбрать, чему конкретно здесь быть. Сквер, в котором мы находимся, это место привлечения всех жителей. Инициативная группа граждан, узнав о губернаторском проекте содействия, обратилась с просьбой именно по организации здесь такого спортивного городка, именно скейт-парка. Большинство людей проголосовало, поддержало эту инициативу. И вот нам удалось благодаря этому проекту содействия его реализовать на территории Краснодарского района. Дети приходят сюда и отдохнуть, и покататься, и позаниматься спортом. Тут есть все для того, чтобы и родители, и взрослые люди, пожилые люди отдохнули вместе со своими детьми. Сейчас преобразовать свой двор или ближайший к дому сквер может любой. Для этого нужно принять участие в одной из программ благоустройства. Это может быть формирование комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда», губернаторский проект содействия или городская программа «Конструктор двора». Все подробности сможет рассказать управляющий микрорайоном. На этом все. Больших побед вам. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин